Вот просто любопытно, какую же сумму пришлось бы еще заложить в бюджет, если бы у нас стало реально выбить в суде компенсацию за повреждение машины из-за дорожных ям. Кажется, это было бы даже больше, чем тратят на дорожные ремонты. Давайте обсудим эту тему с Александром Кавой, экспертом и советником главы Украфтодора. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что не побоялись прийти. Смотрите, ну не нужно, вы, наверное, не будете со мной спорить, если я скажу, что наши украинские дороги стали какой-то просто бездонной ямой. Но можно хоть приблизительно сказать, сколько средств и времени нужно потратить, чтобы они стали более-менее цивилизованы? Это вообще реально на сегодняшний день или нет? Результат, который мы видим сейчас на дорогах, сформировался не за год и не за два. Это результат того, что на протяжении более 20 лет дорожная отрасль хронически недофинансировалась. Дороги эксплуатировались на износ. Сейчас и сейчас, если посмотреть на общую сеть дорог общего пользования, это 170 тысяч километров государственных и местных дорог. Из них 95% работает сверхустановленных нормативов. То есть это дороги, которые нуждаются в капитальном ремонте 10, 20, а то и 30 лет. Но из-за того, что дорожная отрасль финансировалась по остаточному признаку, эти дороги остаются в том виде, в котором есть. Александр, вы знаете, если посмотреть на особняки глав автодоров от районного уровня и заканчивая Киевом, то кажется, что эта область даже перефинансировалась и дефицита вообще не было. Нет, если сравнить объемы финансирования дорожной отрасли в Украине и, например, в соседних странах, там, в Польше, Чехии, Словакии, то вы увидите, что украинская дорожная отрасль финансировалась в очень маленьких размерах. Хорошо, если в идеале, вот коротко, срок и денег сколько нужно? Нужно порядка 7 лет и 1 триллион гривен на то, чтобы 170 тысяч километров дорог привести в надлежащее состояние. Хорошо, смотрите, вот на сегодняшний день отдельный вопрос качества дорог. Уже много лет мы видим, делают полотно в определенном месте, через год все это сходит или со снегом, или с первыми дождями, яма на яме, что на сегодняшний день, вот, ну, это исполнителей проблема, я хочу понять, или вот просто действительно из-за недофинансирования, или наоборот экономии на ремонтных материалах? Алексей, есть разные виды ремонтов. Что касается реконструкции, капитальных ремонтов и среднетекущих ремонтов, то таких прецедентов, чтобы со снегом сходил асфальт, нет. Ну, просто объемы ремонта, например, в этом году будет отремонтировано порядка 4 тысяч километров и 170 тысяч километров такими видами ремонта. В прошлом году это было 2 тысячи километров, годом ранее 1000 километров. Бывали годы, например, 2014 год всего лишь 102 километра было отремонтировано дорог по всей стране и 170 тысяч. То есть это даже не иголка в стоге сена и не капля в море, то есть это просто небольшой объем. А ямочный ремонт, это знаете, как старое прохудившееся пальто, которое давно нужно было бы сменить, но поскольку у человека нет денег, он вынужден его латать, чтобы хоть как-то обеспечивать эксплуатационную пригодность. Вот, то есть, и латка, например, она не держится не из-за того, что она плохо поставлена, а из-за того, что основания просто уже не выдерживают таких нагрузок. Ямочный ремонт это вынужденная мера, от которой украфтодорц сможет отказаться. Не так давно еще политики обещали, что если подрядчик сделает некачественную свою работу, то власть будет заставлять его переделывать за свой счет этот участок дороги. Практика эта уже действует или нет? После предплода Славомира Новака в Украфтодор, это бывший министр транспорта Польши, бывший депутат польского сейма, а пришел он в 2016 году, в Украфтодоре действуют жесткие требования по гарантии. По среднему ремонту это 5 лет гарантии, по реконструкции капитальному ремонту 10 лет гарантии. Уже были прецеденты, когда возникали какие-то дефекты, и подрядчики за свой счет эти дефекты ликвидировали. Что касается ямочного ремонта, то, как я уже сказал, конечно, гарантировать, что лапки долго продержатся. Ну, понятное дело, что мы говорим о глобальном покрытии. Хорошо, отдельная история с дорогами, там более-менее понятно. Отдельная история мосты. Многие местные руководители, вот последним был Геннадий Маскаль, в Закарпатии, жалуются, что сотни аварийных мостов у нас в Украине есть. Если на дороге еще деньги как-то выделяются, то на поддержание, на ремонт, а возможно и строительство новых мостов, их практически нет. Что с этой проблемой делать? Что касается мостов, это тоже результат хронического недофинансирования отрасли. Например, на дорогах государственного значения, за которые отвечает УкрАвтодор, находится порядка 6 тысяч мостов. Из них 4 тысячи нуждаются в ремонте, тысяча нуждаются в срочном ремонте, то есть это, по сути, аварийные мосты, части из которых уже закрыты даже для движения. На местных дорогах еще десятки тысяч мостов. То есть здесь, опять же, чтобы ситуацию изменить, нужно финансировать эти ремонты. Например, УкрАвтодор в этом году ввел в эксплуатацию новый мост на трассе М-15 Одесса-Рени возле села Паланка. То есть там был старый аварийный мост через приток у Днестра, который уже угрожал сообщению между континентальной частью страны и Южной Бессарабии. Перед сезоном летний мост был открыт и пользуется большим спросом и популярностью. На следующий год что-то заложено по деньгам? На следующий год планируется отремонтировать порядка 100 мостов на дорогах государственного значения. Государственного пока значения. Хорошо. Спасибо вам за эти ответы. Мы говорили с Александром Кавой, советником главы УкрАвтодора. Автодором.